Приключения в Простоквашино возвращаются. Новое прочтение любимой истории подготовили в Драматическом театре Восточного военного округа. Пока на сцене режиссёр вносит финальные правки по игре одних актёров, другие наносят последние штрихи гриму, клеят усы, рисуют нос. Кому-то нужно больше краски, чем остальным, чтобы перевоплотиться в животных – кота Матроскина и пса шарика. Репетиции шли полтора месяца. Сдача уникального новогоднего спектакля состоялась на большой сцене театра. Само представление для воспитанников детских садов и школьников пройдёт 28, 30 декабря и 2 января. На праздничных показах актёры сыграют короткую версию сказки, а премьера полной версии запланирована на 28 и 29 января. 22 декабря у Эдуарда Успенского, автора, который придумал, наверное, наше детство, как я говорю, был бы юбилей, 85 лет, и мы решили отправить всех на Новый год в Простоквашино. Простоквашино – это сказка, на которой выросло, по-моему, не одно поколение детей. Роль дяди Фёдора, можно сказать, центральная роль. Не главная, потому что главный герой – это персонажи Кот Матроскин, шарик, ну и, соответственно, дяди Фёдор. Три главных роли. Вот так. Как вам модернизированная версия этой сказки? Очень классно. Очень классно, поскольку перекликается и со старым мультиком, и с новыми мультиками. Творческая группа театра подготовила многосоставное новогоднее представление – квест, сказка, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Перед спектаклем дети выполнят задания вместе с любимыми героями – крокодилом Геной, чебурашкой и даже фиксиками. Там у нас будут и фиксики. Это Эдуард Успенский написал книгу «Гарантийные человечки». По этой книге сделали мультик фиксики. Ну, мы взяли более узнаваемых персонажей. После квеста и просмотра сказки маленьких зрителей ждёт встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые поздравят их с Новым годом и вручат подарки. Полина Мельниченко, Игорь Антонов, Телемикс.